Ага, пошла. Так, давайте так. Значит, Лавренов. Олег? Да, Лавренов. Лавренов. Хозяин этого... Не хозяин. Не нравится мне слово хозяин. Хозяин, хозяин. Так, значит, садовод железов. Ближе надо. А то звука не будет слышать. Так, пояснение при вручении шелковицы, которые в горшке. Самая морозостойкая. Да. Значит, при посадке отрезается одна треть, потому что в горшке. Дальше. При снятии горшка у нее все-таки она укорененная, у нее корни есть. Вот. Достаточно жиденькие. Хотя так и должно быть. Ну, нормально, сажать. То есть половина земля сыпется. Аккуратно, не дыша, достать с горшка. Можно его разрезать заранее. А лучше разрезать, чтобы целее было, да? Посадить. Небольшой холмик. Вот такой. Обязательно холмик. Ну, холмик сверху досыпается? Или за основу бережа? Холмик заранее. Делается обычно одна-две тележки. В центре выкапывается вот такая ямка под корни. Вставляется и все. Ну, мы, получается, засыпаем землю вот так вот или чуть повыше можно? Слушайте, давайте вместе посадим. Только не сегодня. Давайте. Завтра, понедельник, вторник. Когда? Завтра. Завтра, понедельник, вторник. Так. Завтра, с 10 до 11. Созваниваемся. Ага. Почему? Потому что это очень ответственная операция. Да. А за ней должны последовать самые расходные. На ответственной операции должны присутствовать ответственные люди. Да. А у нас такие есть. Так, теперь спрашивайте. Не цветет. Растет, но не цветет. У вас морское дерево. А у меня женское. А чем это отличается? Чем они? Даже как мужик, он не может родить. Нет, я понимаю, но по почкам. Вот облепит. Где вы взяли шелковицу? Я ее по интернету из магазина выписала. Из магазина? По интернету? Они же вам семечки вырастили. Вот укорененная ветка берется. Специальное укоренение. Вот это самое. Специалист. Ну, то есть, если она мужская, мне можно спокойно ее выкинуть и не заморачиваться. Ну, поймите, она заплодоносит на второй год. Она будет вот еще вот такой. Вот так обрежет. Вот порастет. И максимум на третий год с цветами. Свою, значит, я выпиливаю. Спасибо за информацию. Вы больше так не делайте. Это умудрится. Ну, что я скажу. Но зато гордо я заявляю, что где халтура, а где не халтура. Да. Будьте очень внимательны, когда выбираете у кого что покупать. По этому. Знаете, самое интересное, это я на камеру говорю, не только вам. Самое интересное, несколько случаев. Богатейший человек, директор завода, садит сад в 8 гектар, тратит 6 миллионов. Часть из этих денег ушла на покупку садов. Благодарю за внимание. Тем более, больше.